Приветствую! Я Джон Хантер из REL Acoustics. Я хочу ответить на вопрос, который нам очень часто задают. Люди спрашивают, как правильно выбирать и какой модели следует отдать предпочтение при выборе компактного сабвуфера. Рассмотрим наши две компактных модели – TZERO MK3 и T5X. Несмотря на то, что обе модели попадают в категорию компактных сабвуферов, на самом деле они очень разные. TZERO великолепно подойдет для таких помещений, как кабинеты, библиотеки и другие относительно небольшие помещения. Если вам нужно озвучить такое помещение, TZERO – это то, что нужно. Модель T5X уже способна озвучить гостиную средних размеров, где-то 4,5 на 5,5 метров и даже больше. У меня, например, T5X стоял в помещении с открытой планировкой площадью порядка 110 квадратов. И даже там этот саб неплохо справлялся со своей задачей. Объем этого саба больше, и он изначально был рассчитан на работу в значительно более крупных помещениях. Кроме того, он может работать с большим разнообразием акустических систем. TZERO лучше использовать с относительно небольшими акустическими системами. Почему? Дело в том, что динамик диаметром 6,5 дюйма лучше работает в верхней части нижнечастотного спектра, а стало быть, и согласовываться будет лучше с компактными акустическими системами. На рынке существует большой выбор полочных акустических систем со среднечастотным динамиком 4-4,5 дюйма плюс высокочастотный динамик. Воспроизводимый такими акустическими системами бас недостаточно глубок, чтобы гармонично интегрироваться с таким сабвуфером, как T5X. Этот малыш лучше всего воспроизводит бас в области 55-60 Гц. А вот T5X лучше всего обрезать в области 40-45 Гц. Тут универсальных решений не существует. Одному пользователю идеально подойдет один саб, а другому другой. TZERO разрабатывался для работы в малых помещениях с полочными акустическими системами, которые сами по себе не в состоянии воспроизводить полноценный бас, в то время как T5X рассчитан на работу в средних помещениях. Что касается акустических систем, с которыми эти сабвуферы идеально интегрируются, то для T5X, пожалуй, лучше всего подобрать акустическую систему в ценовом диапазоне 2-3 тысячи долларов. А идеальными партнерами для TZERO будут акустические системы в ценовом диапазоне до 1000 долларов. Разумеется, это лишь общий ориентир, а не точный рецепт. Моя задача — уберечь покупателя от явных ошибок. Если ориентироваться в интернете по маленьким фото этих сабвуферов, то у покупателя может сложиться впечатление, что они очень близки по размерам. Отсюда и возникла идея снять это видео, чтобы наглядно продемонстрировать существенную разницу в габаритах этих двух моделей.